Здравствуйте, не помешал? Всем привет, друзья, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новое видео. Сегодня я опять-таки работаю деревенским фермером в Майнкрафте. Давайте поспешим, ребята, потому что... Да я не опаздываю, на самом деле, самое время, чтобы выйти на работу. Эх, какой же приятный воздух на улице. Не понял. Жители! Эй! Чё? Ребята, это... Это ещё что такое? Что? Я не понял, ребят. Мне жители опять там, не знаю, какой-то бойкой, что ли, объявили или что? Чё они делают с деревней? Чё они сделали с моими огородами, ребята? Как я работать буду, я не понял. Так, погодите. Погодите-ка. А с домами ты чё? Фух. Слава богу, мой дом не тронули. Ух, я бы им дал, если бы они мой дом тронули. Так, погодите, ребята. Офигеть. Чё же они наделали со всеми домами? А со всеми огородами? Жители, вы с ума сошли? Вы чё наделали? Чё тут творится вообще такое? Чё с деревней происходит? Почему так много обсидин? На что кто-то загриферил? Или это вы сделали? Почему закрыты все огороды? Над домами какие-то штуки? Что происходит? Компот, компот. А что, твой дом ещё не защищён? И ты не в курсе? Сегодня должен на нашу деревню, по прогнозам, упасть очень большой метеорит. И вы построили защиту над всеми домами и огородами, чтобы ничего не разнесло. Да бросьте, я смотрел новости, я лазил в интернете, никакой метеориты сегодня не будет, это враньё полное, убирайте это лучше побыстрее. Да нет, компот, это абсолютная правда, компот, лучше советую тебе побыстрее это сделать. Да? Да бред какой-то, быть такого не может, а как мне в огороды-то попасть-то, а? Блин, ё-моё. Жители, а огороды мне откройте, дайте мне ключ от огородов, я хотя бы пройду, не знаю, работу свою сделаю. Компот, мэр сегодня отстранил всех от работ, чтобы все защищали свои дома. Эх, ну вы жители, конечно, наивны, сейчас я вам докажу, что ничего сегодня не будет, никакой метеорит падать на деревню не будет. Вот, ребята, откуда жители могут это брать, мне интересно, вот серьёзно. Так, давайте-ка зайдём домой, нормально, нормально, хотел поработать, а тут вот такое вот происходит у нас дерево, какая-то вакханалия творится. Ладно, окей, давайте посмотрим в интернете, так, метеорит упал на... упадёт, точнее, так, стираем, упадёт на деревню жителей номер 13. Хопа, поехали. Ух ты, ребята, какие-то новости и правда есть. Погодите. Ребят, сегодня, кажется, и правда упадёт метеорит на нашу деревню. А почему я об этом не знал? Почему до меня новость дошла с опозданием, ребят, я не понял. Почему на главной странице интернета это не показано, я не понял. Ребят, реально упадёт... Стоп, что? Мощность метеорита будет как 5 взорванных ТНТ. Чего? Всего лишь-то? А зачем они тогда всё обсидионом закрыли? Если метеорит упадёт, он будет по мощности взрыва, как 5 взрывов ТНТ. Нечего бояться, можно даже по улице гулять. Но дом всё равно, ребят, надо защитить. Но, блин, обсидион очень дорогой, я его сейчас даже в креативе не достану. Он реально очень дорогой, мэр потом с меня, наверное, денег заберёт. Это реально офигеть, сколько же... Сколько же изумрудов потрачено из бюджета нашей деревни, чтобы построить вот эти все крыши за обсидиона. Обсидиона очень у нас дорогой. Практически настолько же дорогой, как алмазы. Да, ребята, не, я не собираюсь тратить свои деньги. Я, наверное, лучше защищу свой дом чем-нибудь послабее. Например, камнем. Да, ребята, почему бы и нет? Защищу свой дом камнем. Я думаю, камень тоже довольно-таки сильный. Или какой-нибудь сейчас другой влог посмотрю. Но точно, я не буду защищать обсидионом. Потому что 5 взрывов ТНТ это фигня полная. И даже если метеорит упадёт на мой дом, тьфу-тьфу-тьфу, нужно это сплюнуть, то ничего, так сказать, страшного не случится. 5 взрывов ТНТ это полная фигня. Они тут понастроили всякие, знаете, как будто будет миллион взрывов ТНТ. Так защитили деревню, конечно. Так, ну ладно, окей. Раз уж скоро нам грозит опасность, то нужно, ребят, что-то сделать. А именно защищать дом. Давайте я выберу сейчас какие-нибудь интересные блоки. Например, вот отсюда я выберу какие-нибудь блоки, которые будут покрепче. Хм, что же нам выбрать отсюда? А знаете что, давайте-ка лучше заместо камня возьмём железный блок. Он, конечно, подороже, но не такой дорогой, как обсидиан. Что ж, ребята, давайте начнём, так сказать, защищать наш дом. А именно сделаем такую небольшую крышу. Так, хоппа, 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 хоппа. Давайте вот такую прям небольшую железную крышу сделаем. Небольшой такой навесик. Так, отлично, ребятам. Угу. Нужно закрыть всю поверхность дома. И у меня почти это получилось. Так, ещё немного надо сделать. Так, вот тут вот. И последний ряд. Вот тут. Вот. Хух. Всё, ребята, сделал. Так, теперь нужно подпорочки небольшие сделать. Вот тут вот так. Минуточку, ребят. Вот тут вот. Блин, удобно, что я сейчас в креативе. Именно сейчас я в креативе. Так, хоппа. Ага, хоппа. Всё, ребят, теперь после взрыва точно всё у меня будет стоять. И всё у меня будет хорошо. Можно, знаете, что даже? Можно ещё вот так вот сюда вот набросать железных блоков, чтобы... Если бы упал, то уж наверняка, чтобы ничего, ребят, не случилось. И всё у меня было прекрасно и хорошо. Так, хоппа, хоппа, хоппа. Всё, ребят, наверное, вот так вот всё, собственно, и оставим. Да, вот так я думаю, что будет, в принципе, нормально выглядеть. Так, теперь мне нужно защититься от осколков метеорита, которые, возможно, могут прилететь ко мне в окна. Получается, мне нужно сейчас с вами заколотить все окна. Так, где у нас тут можно взять штуки для того, чтобы заколотить окна? Они находятся у нас где-то вот здесь. Да, да, вот они, отлично. И нужно сейчас всё это заколотить. Даже можно стены, в принципе, заколотить. А именно, мы подходим к окнам. Хоппа. Так, а сюда я уже не смогу поставить, да, ничего, кроме блока. Обидно, вот это вот, ребят, обидно. Ладно, давайте всё-таки потратим немного железных блоков. Так, сюда мы поставим даже двойную такую штуку, потому что я там буду сидеть. И вот сюда вот ещё железные блоки поставим. Даже давайте, наверное, вот так вот поставим, чтобы наверняка было, чтобы уж точно ничего не снесло. И, ребята, я, по-моему, практически защищён. И мне никакой метеорит не страшен. Так, может быть, ещё лаву закрыть, так сказать? Да, ребят, лаву надо закрыть, потому что если вдруг попадёт в лаву, и она растечётся, весь мой дом загорится. Поэтому нужно лаву тоже спрятать и огородить вот таким вот образом. Ну, ладно, вот так вот оставим, в принципе. Но, по большому счёту, всё. Осталось как-то закрыть дверь, ребята, и просто сидеть и ждать, когда упадёт метеорит, а потом выйти, потушить всё это и продолжить идти на работу, так сказать, и снимать вот это вот всё с моего дома. Так, отлично, нужно теперь как-то забрикодировать дверь. Давайте несколькими слоями её забрикодируем. Вот так вот, ребята, и, в принципе, всё. В принципе, всё, ребята. Мы сделали всё, мы защитили свой дом на 100%, и теперь точно никто не попадёт в мой дом. Даже, ребята, метеорит, представляете? Всё, мы полностью защитились, даже можно ещё, знаете, для большей уверенности вот так вот сделать. Всё, ребята, теперь-то мы точно защищены. Остаётся только ждать метеорит. Да, ребята, уже наступила глубокая ночь, я уже очень сильно хочу спать, а метеорита всё никакого и не было. Вот я так и знал. Я же говорил жителям, не будет никакого метеорита. И если даже он упадёт, и нет вообще шанса, что он упадёт на нашу деревню. Может быть, он куда-то в поле упадёт или куда-то туда. Как дурак, ребята, просто просидел весь дом и смотрел видео в интернете. И всё, ребята, больше ничего не сделал, потому что ждал метеорит. А так бы мог поработать, так сказать, погулять, сходить куда-нибудь, в лесок сходить. Как дурак дома целый день просидел. Ладно, ребята, видимо, пора спать. Надеюсь, ничего уже не произойдёт, потому что времени уже много. Метеорит обещали вечером. Уже, ребят, ночь. И как-то странно, окей, ладно, ребят, я думаю, что пора спать. И нужно даже, наверное, свет погасить. Да, давайте будем гасить свет, всё отлично. И ложиться спать, так сказать. Завтра утром надо на работу. Чё-то я задевался совсем. Ладно, ребята, всем спокойной ночи. Ё-моё. Что? Что произошло? О, нет, ребята! Что ж тут происходит? Ё-моё. Всё горит. Как мне выйти отсюда, ребята? Чё мне делать? Так, ё-моё. А что произошло, собственно? Кажется, я понял. Я слышал какой-то взрыв. Неужели метеорит упал? Я же защитил свой дом. Ё-моё, так... Так, ё-моё. Ай, так нужно как-то выбраться. Так, либо я прыгаю сюда, либо я попадаю в лаву. Раз, два, три. О, о, ё-моё. Ай, ё-моё. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Выходим отсюда, ребята. Выходим. Ё-моё. Я знал, ребята. Я знал, что эта защита будет ненадёжна. Эх, погубила меня моя жадность. Говорили мне, надо в апсидиан всё закатывать. Ё-моё. Да чё же мне теперь делать? Мой дом уничтожен. А где сам метеорит-то? А, вот кажется и метеорит. Стоп, что? Сундук? Ай, ё-моё, горячий. Тихо-тихо. Так, сундук. А, чё? Это зелье, что ли, какое-то? Чё оно делает? Странно. Ладно, окей. Ребята, блин, чё же мне теперь-то делать, а? Вы только посмотрите на мой дом. Блин, мне чё теперь всё перестраивать? Ё-моё, ребят, пожалуйста, поставьте лайк. Я просто уже не знаю, что мне делать. Хоть, не знаю, хоть беги отсюда, потому что мой дом уничтожен, и я теперь не знаю, что делать. Чё ж мне теперь-то делать, ребята? Дома моего больше нету. Говорили, мне нужно, конечно, закатывать всё обсидианно, но никого я не послушал. Эх, ладно, нужно всё убирать, это восстанавливать, звонить в полицию, пожарную, и просить жителей о помощи. Вот почему именно на мой дом? Вот почему? Огромное поле, огромные просторы Майнкрафта. Говорили, что упадёт на деревню. Ну, куда-нибудь. Ну, почему именно в мой дом? Ну, почему всё время именно так получается? Меня это уже, не знаю, достало просто. Теперь отстраивать всё заново. Ещё зелье какое-то непонятное. На, Крипер, теперь получай это тупое зелье. Теперь это твоё зелье. Зелье. Чё? Что? Ш-ш-ш-ш-то? Ё-моё! Это по... Погодите-ка, ребята! Не может быть! Это... Неужто это то самое зелье, ребята? О-фи-ге-ти... Зомби нету. Странно. Что это за зелье такое? Стоп, ребят. Не-не-не. Мне это совсем не нравится. Я не хочу в этом разбираться. Это зелье нужно явно уничтожить. Оно создаёт монстров. Я только что случайно кинул в Крипера. И посмотрите, в кого он превратился, ребят. Стойте, погодите. А давайте-ка возьмём Крипера вот сейчас. Возьмём Крипера. Ну-ка. Погодите-ка, ребята. Погодите. Не может этого просто быть. Просто не... Они... Они просто взрываются, ребята. Они просто уничтожаются и не спавнятся. Стоп. Это... Оно точно работает или не работает? Оно точно работает. Так, ребята, ладно. Мне ещё предстоит во многом разобраться. И нужно застроить дом. Новое видео завтра. К завтрашнему дню я надеюсь всё уже успею восстановить. Поэтому, ребят, всё. Спасибо.